С днем рождения! Вот так представители немецкой делегации поздравляют советских людей с праздником. Судя по задумке организаторов этой реконструкции, действия происходят в начале 40-х. Чтобы углубиться в историю, все участники осматривают музей. Военно-историческая экспозиция располагается в трех залах. Этим летом буквально был сделан ремонт, обновление экспонатов. Собиралось, где-то находилось, бывало, находилось даже на свалках, в деревнях старых. Что-то люди сами приносили, что-то мы покупали, у кого-то выкупали. Среди оружия, техники, экипировки немало и уникальных вещей. Вот, например, сумка для переноса медикаментов. Дата выпуска – 1940 год. Она почти в идеальном состоянии. Сумка такая вот, реально очень крутая, очень серьезная. Я пока нигде таких не видел. Предлагали за нее большие деньги, мы... Не стали? Нет, мы только собираем. Мы просто... Не продаем. Не продаем. Наше дело показать людям, как это было, в чем это было, почему это было. Просмотр фильма, игры в карты и домино – для каждого гостя есть занятие по душе. Но при звуке музыки все спешат в зеркальный зал. Бал, посвященный празднованию дня рождения рабочей крестьянской Красной Армии, объявляют открытым. В программе танцы исключительно той эпохи. Большинство испарящих по паркету пар занимаются в городском клубе исторических танцев. В России и в Европе черстон уже немножко отошел, но тем не менее танго, вальс – это все танцевалось. В России появилась масса новых танцев, которые ориентированы были на российскую, русскую танцевальную традицию. Эти танцы начала века, вот они немножко перетекли, вот типа краковяк. Конечно, приходится шить, кто увлекается. Ну, то есть, по крайней мере, все ищут то, что им надо, что им нравится, чтобы мы всегда были красивые, молодые. Просто так на такой бал не попасть. Дамы и кавалеры должны быть обязательно в костюмах той эпохи. Мы хотим продолжать цикл мероприятий, который называется «Музейник». То есть, на мой взгляд, новый формат мероприятия, то есть не просто лекции по музею, а именно по погружению в какой-то исторический период. То есть, сегодня мы погружаемся в довоенные годы, в следующий раз можем в 14 век погрузиться и так далее, и тому подобное. То, что «Музейник» посетило небольшое количество гостей, а их было около 30 человек, организаторов не смущает. Опыт проведения подобных встреч показывает, что чем чаще будут проводиться подобные стилизованные балы и исторические встречи, тем больше народу будут на них ходить. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал.